Цены на услуги кладбища возмутили жителей Актубе. Стоимость захоронения выросла там до 120 тысяч тенге. Дошло, говорят, до того, что горожанам даже приходится оформлять кредиты, чтобы проводить родных в последний путь. От чиновников требуют разобраться, почему умирать стало так дорого. Но в Акимате один ответ – смерть не входит в их компетенцию. Наш корреспондент Динара Уркумбаева выясняла, из чего складываются тарифы на ритуальные услуги. Актюбинцы шокированы тем, во сколько сейчас обходится захоронение. Активисты провели мониторинг и выяснили, что на мусульманском кладбище надо заплатить 120 тысяч тенге, на христианском – 80 тысяч. Понятно, что торговаться в такой ситуации никто не возьмется, но далеко не все по карману такие тарифы. Говорят, приходится лезть в кредиты, чтобы достойно проводить в последний путь близкого человека. На сегодняшний минимальный заработный плат – это получаем всего 40 за 500, да, получается, да? И вот мы хотим, чтобы она не превышала этого размера. Если даже он взял кредит, если даже он у кого-то взял, у нас не принято говорить, что я взял долг, похоронил своего. Тарифы на захоронение, по словам общественников, установил единый центр ритуальных услуг. Это, по сути, монополист, которому отдали в доверительное управление почти все городские кладбища. По словам активистов, компания за свой счет проводит всю работу. Предоставляет земельный участок, выкапывает и закапывает могилу. Но как формируются тарифы на услуги в центре, говорить отказались. В делах ритуальных все покрыто коммерческой тайной. Передавать в доверительное управление городские кладбища начали еще три года назад. Чиновники говорят, это было сделано для экономии бюджета. По их данным, ежегодно на содержание погостов тратится порядка 25 миллионов тенге. При этом в такую сумму обходится ежегодное содержание только одного кладбища, утверждают в Акимате. Правда, сами жители в этих цифрах сомневаются, особенно сельчане. В аулах, говорят, за погостами всегда следят сами же родные покойных. Люди добровольно жертвуют деньги на то, чтобы содержать кладбище в порядке. Считают, что ухаживать за могилами можно и без больших затрат. Частникам кладбище до одного места. Частника интересует свободная земля, на которой они будут производить захоронения и делать на этом деньги. У нас компактное кладбище, компактное прозревание людей. Здесь похоронены наши близкие. И мы в состоянии сами следить за нормальным порядком на кладбище. Но возвращать кладбище на баланс государства пока не собираются контролировать цены на услуги монополиста. По ценовой политике мы никакого отношения не имеем. Это конкурентная среда. Ритуальные услуги, которые оказываются населению, мы не можем туда вмешиваться. Единственное, что пообещали чиновники, проверить состояние кладбищ, переданных в доверительное управление. Хотят даже найти дрон для обследования территории. Говорят, это и покажет, насколько много денег вкладывает частник в содержание погостов. Динара Уркумбаева, Миранбек Симанов, КТК, Актубе.